Здравствуйте, друзья! С вами Михаил Портнов. Я отвечаю на вопрос одного из наших зрителей. Он несколько раз как бы был вынужден повторить, но я извиняюсь за задержку. Вопрос был такой, рассказать о так называемой восьмая программа. Есть такое понятие в США как субсидированное жилье, это когда государство выделяет некоторые деньги для того, чтобы люди с низким доходом могли позволить себе жилье, которого так, может быть, они бы не смогли позволить, поскольку у них денег мало. То есть в общем и в целом это одна из программ, которые существуют для людей так называемых low income, то есть с низким доходом. Соответственно, дают эту программу не каждому, а тому, кто подходит под требованиям. То есть надо быть достаточно бедным. Теперь дальше там есть такой момент. Они не говорят, что мы за тебя платим всю сумму или там как-то вот финансируем. Они говорят, мы платим две трети, а треть платишь ты сам. То есть они как бы участвуют. То есть если возьмешь более дорогое жилье, то они будут больше платить в рамках той суммы, которой можно. То есть это не значит, что вы можете на любую сумму. Они говорят, вот мы платим вот до такой суммы, ты можешь снять жилье. И проблема в том, что поскольку жилье, например, в Беере, в Силиконовой долине намного дороже, чем, например, в Сакраменто, это все один и тот же штат, просто разные counties, разные графства одного и того же штата, то получается такая история, что было одно время, когда сумма вообще была одна и та же. И получалось, что, допустим, Сакраменто полгода на Велфере, они там с этими программами и, можно сказать, люди при коммунизме живут, то здесь им не хватало ни на что. Они просто снять не могли. То есть вот эта сумма, с которой они выходят на рынок жилья, да, ее просто не хватало, чтобы что-то снять. Те, кто сдает жилье, владельцы жилья, некоторые, я не скажу, что все, но они как бы любят, когда платит вот эта восьмая программа. Почему? Потому что это стабильно. Это не то, что вот этот человек куда-то сейчас возьмет да уедет. Ему сложно куда-то уехать, потому что ему трудно найти альтернативу. Это не то, что он может заплатить или не заплатить, потому что государство платит. То есть как бы платежи надежно поступают. Другое дело, что тут начинаются проблемы, да, с тем, что эти жильцы могут что-то снести, сломать там и так далее. Но поскольку государство, те, кто безобразничает, выкидывает с этой программы, то в общем и в целом как бы можно ожидать, что вот эти люди, которые по этой восьмой программе, они ценят возможность саму. И в общем они более бережно обходятся с самой недвижимостью, которую там, допустим, берут в аренду. Но это, я бы не сказал, что это всегда именно так. То есть есть масса случаев, когда именно эти люди, да еще и такие разрушения там причиняли. Ну просто вот в силу, в силу того, что они не просто так на бедные, да, то есть какие-то проблемы за этим стоят. И вот они, в частности, вот такие, такого свойства тоже. Очень многие люди, особенно вот из новичков, да, или из тех, кто планирует быть новичком, они едут в страну, они думают, где можно вот чего-нибудь прихватить от государства. Вот там некоторые, смотришь, там вроде он по гринкарт-лотереи, а он уже так на вейлфер намылился, заранее он подготовился, он знает про вейлфер. И вроде ему даже и говорят, что за это дело и под депортацию можно, и там все. Но, ну, как-то вот кажется, я не знаю что, советуют же, да, там люди матерые, которые еще не попали под депортацию. Вот, значит, есть такая мысль, что вот, а вот где есть какая-то халява, где есть какая-то бесплатность, вот дадут ли мне что-то за то, что я сейчас вот приеду, может быть, даже временами осчастливлю, так сказать, своим присутствием. Ну, не суть. Есть программы социальные, и все, что вам положено, пользуйтесь на здоровье. Кто же это слово говорит? Есть очень много программ, которые положены, и новичкам, которые там подписывали, что они не будут сидеть на шее у государства. Тем не менее, есть масса программ, которые не рассматриваются как сидение на шее у государства, те же футстемпы, например. Ну, если, почему нет? Ну, возьми. Значит, самое сложное в восьмой программе, это получить ее, как сказать, ну, чтобы иметь квиточек, да, с которым ты можешь ходить и там деньги получать. То есть одно дело, это ты eligible, то есть ты в принципе имеешь право. И второе дело, что есть деньги, то есть деньги могут быть, могут не быть. Соответственно, если тебя уже поставили на эту программу, то деньги есть, и дальше будут. Но просто когда они рассматривают постановку новых людей на восьмую программу, они говорят, есть ли у нас финансирование? И бывает так, что не очень есть. Поэтому ты стоишь в очереди, и здесь вот у нас, например, нет такой очереди, что ты встал и стоишь. А есть такая очередь, что ты должен, вот они объявляют, еще надо не пропустить объявление, да, вот они объявляют там такого-то числа там, значит, вот, и открывается запись. И вот очень важно попасть в эту запись. Если вы в эту запись попали, то в какой-то момент вы получите эту восьмую программу. Значит, очень сложно записаться, вот надо сидеть, звонить, там, с трех телефонов, с четырех, с пяти, там, люди садятся всей семьей, набирают номер, там, с шести утра или там, когда там открывается. Поэтому проблема даже не в том, чтобы дозвониться и встать. Проблема в том, что сейчас, вот, например, я не знаю, где бы там шла запись, вот у нас тут локально, это нужно момент такой улучить. То есть, если вы живете на местности, и если вы хронически бедны, то есть, один год бедный, второй год бедный, третий, четвертый, пятый год бедный, то вы, в общем-то, проявив какие-то элементарные способности, так сказать, к попаданию в нужное место в нужное время, там, дозванивая, вы попадете на восьмую программу. Если эта бедность такая временная, то я с трудом себе представляю, как можно туда угодить. Ну, вот бывает, там, по случаю, вдруг приехал и говорят, знаешь, тут запись завтра начинается. Ну, да, наверное, можно так тоже. Я начал говорить о том, что треть дохода человек платит сам. Поэтому, что происходит, если вы, как бы, такой, если бедность, это такое промежуточное состояние ваших финансов, вы начинаете работать, и треть вашей зарплаты вы платите за это жилье. То есть, одно дело, ты ничего не зарабатываешь, ну, или там, смешное что-то. Значит, это одна история. А когда ты зарабатываешь уже, там, и 3 тысячи в месяц, и 5 тысяч в месяц, и 6, и 8, и 10, то на семью это, да, это не один человек, это доход семьи, который живет в этой квартире, то в какой-то момент вы начинаете понимать, что вам лучше там не жить, потому что вы платите больше за эту квартиру, чем могли бы, ну, чем она стоит, и на эти деньги вы могли бы гораздо лучше что-то снять. Поэтому, в основном, конечно, в основном, в субсидированном жилье живут люди, которые хронически бедные. В этой категории, например, вот советские пенсионеры, да, которые приезжали сюда, там, в основном, это по беженской эмиграции было, и они, как бы, уже в возрасте, и мы, ну, как бы, возраст нерабочий, вот, и они, в принципе, все были eligible на эту восьмую программу, поэтому тут есть дома, вот, ну, не только у нас тут на местности, но и в других, я знаю, там, регионах, есть дома, которые со значительным содержанием, процентом, как бы, наших, там, соотечественников пожилых, то есть пожилые люди, но там же и американцы, и просто бывают вот американцы, которые не заработали себе там на старость, и они тоже вместе вот с нашими там старичками. Там бывает очень много многодетных семей, таких вот, но почему они группируются в этих домах, потому что не всякий дом пускает людей по восьмой программе, поэтому, вот, если есть дом, и в этом доме официально они там берут эту восьмую программу, вот, тогда, соответственно, вот туда все и так и набиваются. Но, в принципе, вы можете прийти в абсолютно любой там какой-нибудь многоквартирный комплекс, и там может оказаться семья, ну, это дешевый должен быть, иначе просто не будет за него платить восьмая программа, и там может оказаться, допустим, там, какая-то семья, и вы не знаете даже, как они платят, но на самом деле за них платят там, допустим, это восьмая программа. С точки зрения, я знаю, иногда спрашивают, а вот то, что я был на Велфере, или то, что я был там на восьмой программе, или я фудстемпы получал, каким-то образом это вообще регистрируется, и за мной потом тянется дальше через всю мою жизнь, и все об этом знают, ну, там, кому положено, да, там, нет, всем абсолютно по фене, получали фудстемпы, там, восьмую программу, Велфер, и что бы то там ни было, какие бы то там ни было бенефиты. То есть наверняка эта запись существует в, там, в анналах государственных, но не то, чтобы кто-то вообще интересовался, это абсолютно информация, которая никогда ни на что в вашей жизни не повлияет, кроме одного единственного случая, если выяснится, что вы обманным путем получили эти бенефиты, и вот тогда могут быть очень нехорошие последствия, вот, вплоть до, там, и отсидки, и депортации, и там, и там, и всего, это зависит от того, что, собственно, человек получил, и как далеко он пошел в том, чтобы это получить. Так что, в общем и в целом, надо, как бы, стараться не заходить вот за эту черту, где для того, чтобы что-то получить, надо соврать. Наиболее типичный такой случай, это, когда приезжают люди, у них с собой деньги есть, ну, я не знаю, там, приезжает откуда-то, продал квартиру, там, не знаю, у него с собой, ну, 30, 40, 50 тысяч, там, 100, у кого-то, по-разному. И он идет на учет, как бы, становиться на Велфер, на Фотстемпы, там, на все программы мыслимые, немыслимые, но если он скажет, что вот у меня с собой деньги есть, так ему не дадут, потому что у него есть деньги, он должен их сначала прожить, а потом уже прийти. А тут, значит, человек говорит, у меня нет денег, он же действительно, он там не переводил банковским переводом, или даже если переводил, то, может быть, не на свое имя. И вот он идет вот с этим. А дальше уже, смотря, сколько он пробыл на этих программах, какая сумма там накрутилась, там же еще медицина бесплатная, там, положено, она им бесплатная, вообще она дорого стоит. Ну, и дальше могут быть очень-очень нехорошие последствия, когда вдруг это выясняется, там, а это периодически выясняется. Я не хочу сказать, что наказание неизбежно, но я хочу сказать, что, в общем и в целом, это преступление, это надо понимать. И оно идет сразу по двум статьям. Вот если, например, гринкарт-лотерейщик такое делает, он идет по двум статьям. Статья первая – это иммигрейшн фрод, потому что он, когда проходил интервью, он обещал не садиться на шею обществу, и он нарушил. То есть он как бы соврал в процессе иммиграции. Это одна история, это уже под депортацию. И второе нарушение состоит чисто такое денежное, да, финансовое нарушение. То есть он обманным путем получил какие-то бенефиты, украл, причем это не просто украл, это уже начинается… У кого украл вопрос, да? Если он у меня украл – это одно. Если он там у штата Калифорнии украл – это другое. Если он у федерального правительства украл – это еще добавляет. Поэтому бывало, люди и в тюрьме сидели, и возвращать приходится потом. В общем, масса-масса-масса неприятностей. И вот этот рекорд, он тянется долго. Это уже начинается там гораздо более серьезная вещь. То есть преступления на человеке висят много лет. И это отдельная история совсем. Вот так что я думаю, что я шире как бы охватил вот это все. Но даже, знаете, бывает, если мы еще шире возьмем, например, сити каллыч. Люди любят ходить учиться, там, английский, там, еще что-то. А то и профессию получить. Тут сити каллыч, он типа, ну, не знаю, техникумы что ли, да, вот там можно какие-то профессии получать. Не высшее образование, ну, так, а сосед дегри. Среднее специальное. И люди приезжают. И та же история, там, его спрашивают, там, есть ли у тебя высшее образование. Если он напишет, что у него есть, то ему не положено. Ну, бесплатно не положено. Поэтому, то есть, как бы, оно субсидировано государством. Поэтому государство говорит, я субсидирую, но в определенных ситуациях, не во всех. Поэтому приходит человек, у него высшее образование, он говорит, пойду-ка я в сити каллыч. Но там надо написать, чтобы, вот, там, всякие, там, ему гранты эти давали, надо написать, что он не имеет высшего образования. Он пишет, не имею, галочку ставит. Это строго наказывается, когда оно вылезет. Идиотизм этого состоит в том, что вам даже работник, там, каллыча может посоветовать, а ты не пиши, там, они просто не знают, может быть, люди. Кроме того, они заинтересованы, чтобы вы пришли, потому что чем больше студентов, тем больше у них, там, от государства всяких денег за вас, да. Но просто с точки зрения сугубо юридической, если это происходит, то, соответственно, обманным путем человек получил деньги, да, то есть за него заплатили. Он, может быть, их не в руки получил, но за него заплатили. А есть такие программы, где он не просто так ходил, там, а ему еще, ему еще, там, приплачивали, как бы, такое пособие давали, и там, и те же тут стемпы, и так далее. Там сложная система всяких льгот, которые с этим связаны. Поэтому, если он их обманным путем получил, то там тоже довольно неприятно, и это уже начинается, как бы, из совсем другой оперы. Поэтому надо быть очень осторожным. Я уже не говорю о том, что тут есть умники большие, все одноместности. Вот, не знаю, как сейчас, вот в наше время, например, все время какие-то были, предлагали автомобили бить, то есть, вот, как бы, устраивать аварии, ну, и понарошку, как бы, да, и дальше идти со страховых компаний, там, получать, значит, какие-то деньги, якобы, за лечение. Там целая система махинаций, в которой вовлечены и адвокаты, и врачи, которые якобы лечат, там, и так далее. В общем, там много всякой дряни. Поэтому мой вам совет, если вы так уже до Америки доберетесь, и будете тут, как бы, проходить эмиграцию, вот, вы держитесь подальше от этого, а постарайтесь как можно скорее вписаться в американскую жизнь и начать по-человечески здесь жить. Вот, не тащить с собой из прошлой жизни, а начать жить вот этой. И, в общем, оно того стоит. Я вам очень советую именно так поступить. Ладно, ребята, я подъезжаю к работе, и я считаю, что тему восьмой программы мы осветили. Я надеюсь, что любопытство товарища, который спрашивал, я удовлетворил. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok